здравствуйте утро началось с удивительных историй вначале пришла новость что ночью прилетела по скоплению российских ну скажем так мобиков либо военных эшелонов в лавайске а буквально чуть позже пришла новость что начался пожар и поврежден крымский мост ну что ж давайте попробуем разобраться что произошло и чему это приведет на начальном этапе первое сообщение достаточно быстро подтвердили и российские паблики что якобы просто загорелась одна цистерна в хвосте об этом сообщила том числе рей новости хвосте поезда но это же самое время начались начали распространяться вот такие вот кадры самого крымского моста ну вот например этот просмотр из назовем так из кирчи насколько я понимаю где товарищ если включить звук они ну давайте попробую он достаточно ярко говорят о том что пожили хватит вот но дальше начинается пошли уже более более четкие кадры то есть например такой вот такие вот кадры горящий мост то есть достаточно хорошо видно ну и наконец таки что происходит что произошло в реальности то есть реальности вот вот как это выглядит на самом мосту то есть мы имеем минуточку прошу прощения шашин так не хочет включаться ну ладно почему что и как и версия о том что загорелась одна цистерна в хвосте поезда как-то не выдерживает никакой критики поскольку во первых горит середина состава причем цистерна не одна а второе ну обрушение полотна это как-то не того а то же самое время чуть позже появилась новость что-то кидал на мосту был взрыв ну либо прилет то есть говорят о якобы грузовике которых взорвался и публикует первые кадры то есть кадры взрывы которые вынес на заставку данного видео но пожалуйста посмотрите что мы имеем в данном случае то есть видите что очагов возгорания но как минимум два то есть мы видим сам взрыв на на мосту и мы видим еще что-то на самом железнодорожном составе то есть теоретически это мог быть и грузовик теоретически это могло быть все что угодно поэтому можно говорить о том что до мост поврежден и вероятнее всего он будет поврежден еще достаточно долгое время почему я говорю о повреждении долго время хорошо если горят с железнодорожным цистерна вы представляете с учетом поврежденного пролета как их будут тушить дальше что такое состав с нефтепродуктами вероятнее всего это нефтепродукты которые выгорят на железнодорожном полотне то есть но как минимум неделю поезда по этому полотну пропускать нельзя это если не по не будут повреждены несущие конструкции если будут тогда ремонт более долгий случай с автомобильным пролетом но тут как говорится парочку недель то есть мост теоретически восстановить мог в том или ином виде но вероятнее всего проезд гражданского транспорта транспорта по нему даже в случае восстановления ограничен это раз второе это она хорошо восстановит а дальше что возникает вопрос а не будет ли повторение потому что это может быть как диверсии с другой стороны это могут быть и прилеты прошу меня извинить вот те кто верит защищенность крымского моста и вот тут вот подходим к такой вещи как значение почему теперь раз это выгодно например украине почему теперь это крайне невыгодно россии именно сейчас и какое значение это имеет начнем с политического ну а первый день рождения путина хороший подарок а говорите о нате распишитесь второе это определенная мотивация сами для самих украинцев естественно потому что крымский мост был воспринимал сообществом как цель номер один третье это чувство защищенность у граждан российской федерации особенно у тех кто говорил про камни с неба сидя в крыму то есть четырнадцатом году помните эти плакатики что развешивали хоть камни с неба мы теперь на родине ну вот камни с неба начинать и в таком формате то есть многие попытаются оттуда ну немножечко свалить следующий идет такая вещь как мобилизации мобилизованных отправляют войска но теперь давайте посмотрим то есть с точки зрения крыма окей раз удар по маслу с точки зрения прилетов пиловайска там возможно будут дальше добавится но люди не доехали до фронта и уже за 200 тоже неприятно ну а теперь есть еще одна очень важная вещь с военной точки зрения то есть кроме политической это естественно говоря о политике это раскачка ситуации внутри россии определенная то есть владимир путин попытался и в определенной мере достаточно удачно нейтрализовал недовольство права сыграть на правом фланге в том числе его разыграв формулу царь хороший бояре плохие вот с этими выборками кадырова пригожина и так далее с кадровыми перестановками вроде бы средний статистический обыватель воспринимает это ну вот все поменяли сейчас наладится они поменяли и на тебе вновь прилет таким образом это еще проблемы внутри российской федерации ответить кроме ядерного оружия что выдумать что-то еще чем чем ударить слонку словно говоря по украине россия вряд ли сможет но с ядерным оружием пока что страшно потому что это позиция не только сша европы то в том числе позиция того же самого например китая для которого это тоже не является хорошим вариант одним словом тут но определенной мере придется проглотить идем дальше теперь посмотрим ключевая вещь почему сейчас почему это важно и какое-то будет иметь значение посмотрите пожалуйста на карту боевых действий и так но то что российская федерация за последнюю неделю продолжает отступать только на этот раз так быстренько на херсонском направлении это понятно но белым отмечено на данной карте это железнодорожные нитки она оккупированная часть то есть за исключением как сказать так называемых днр лнр и крыма ну по донецку донецкой луганской областям они идут с южной через донецке и донецкая ну и так далее то есть такое полукольцо получается ключевое снабжение группировки на запорожском направлении на херсонском направлении это железная дорога думаю вы прекрасно понимаете что при перебросить для условно говоря 100 тысячной группировки амуницию а сейчас наступает холода то есть нужна зимняя форма перебросить боекомплект а бои идут достаточно активно перебросить подкрепление это все железная дорога машинами это долго и дорого ну к тому же машины и таким образом есть ключевым звеном снабжение и безопасно том числе для эвакуации являлся крым и соответственно крымский мост как ниточка связывающую россию с данной оккупированной территории украины моста нет крыму до определенный запас боекомплекта есть обмундирование питания а вот тут уже господа вопрос и быстро для большой группировки этого не завезешь потому что пропускная способность паромных переправ она рассчитана на крым черноморский флот плюс население крыма она мягко говоря не рассчитана еще на дополнительные 100 тысяч солдат там или сколько который достаточно активно войны альтернатива а вот теперь давайте посмотрим еще раз на карту то есть по снабжение с северо-востока то есть там где украина возвращает территории в харьковской области но уже сомнительно тем более если сейчас еще украинские войска пойдут в сватово и далее двинуться на северодорогу северодонецк это станет вообще невозможно значит снабжение только с востока вот теперь давайте посмотрим прекрасную вещь и так видите беленькая полоска которая идет условно говоря от донецкой области но через и дальше на запад вот сторону херсона вам ничего не кажется странным то есть на удалении 30 40 километров от фронта максим то есть пределы досягаемость даже ствольной артиллерии медленно аккуратненько ползут паровозики ну точнее паровозы тепловоз с электровозами проблема потому что специфика электрификации веток украинских железнодорог в том что большая часть страны работает на переменном токе меньше на постоянном и вот меньше так как раз таки территория донецкой луганской области вот именно эта зона то есть там шахты там металлургический комбинат это было исторически то есть соответственно ты где-то на границе донецкой области точнее на границе донецкой области а на одной станции должен менять тепловозы в самом идеальном случае то есть подальше провести это мелитополь но все это еще раз пределов достигаемость то есть соответственно логистическое обличие увеличивается снабжение ухудшается плюс те кто вот так вот выбирается вдоль линии фронта они постоянно находятся под удар для украины лучшего придумать нельзя и это ближайшие несколько недель приведет ли это к мгновенному обрушению там фронта и так далее мгновенному навряд потому что еще раз определенные запасы боеприпасов всего остального есть но бабе лето закончится дожди холода интенсивный байет расходу боеприпасов эвакуации ранен и вот тут начнут проявляться проблем естественно что российская федерация попытается как можно быстрее восстановить крымский мост дабы восстановить снабжение но даже если ты восстановил вопроса снова таки пропускная способность на начальном этапе как быстро ты восстановишь запасы которые израсходы и именно в этот момент когда часть мобилизационные волны еще массе своей не пришли на фронт именно этот момент для украины весьма выгоден то есть можно еще дополнительно додавить ну как говорится надавать по ушам и вернуть еще энное количество своей территории заодно создав дополнительные проблемы для российской политики и российских политиков имиджевые и политические ну а также внешне политические потому что напомню россия изволила объявить оккупированной территории своим вот если мы сейчас посмотрим то как-то очень быстро те города которые заявляли своими они возвращаются ну скажем так они демонстрируют эффективность развития российских регионов эффективный выбор они решают вернуться в состав украины с помощью в силу и вот такой процесс скорее всего будет продолжаться и каждый более-менее крупный населенный пункт это такая хорошая пощечина лично путину с российским имперским нарративом ну и имиджу россии как супер державы на мировой то что они пытаются хоть немножко сохранить а это уже в том числе реакции и партнеров по дкб вы стран бывшего советского союза даже той же самой беларуси которая поймет что нам надо потихоньку отползать и скорее всего будет ну посему на первый взгляд один маленький мост но он дает создает достаточно много проблем для россии и достаточно много возможностей для других ну и в качестве маленькой шуточки свое время укрпочта выпустила марку крейсера москва крейсер москва утонул чуть позже укрпочта выпустила марку с крымским мостом крымский мост горит и парочку пролетов утонул интересно какая будет марка укрпочта следующий на 7 у меня все видео понравилось лайкайте шарьте комментируйте и перебрасывайте через поеблик вот тут я настойчиво рекомендую поделитесь со своими русскими друзьями пусть они порадуются вот но и традиционно естественно не верьте ни одному моему слову проверяйте ищите тем более информацию горящим крымском масте это вообще хорошо она выглядит красиво прошу меня извинить ну и традиционно поддерживайте канал подпиской на патреоне либо такая подписка стимулирует меня записывать все новые и новые ролики как как подписаться и что это дает пожалуйста маленькое видео поддержать развитие канала можно подпиской на патреоне что такое патреон платформа делается выбираете один из вариантов поддержки за это получает часть уникальных постов доступны только моим подписчик ну а также регулярную и аккуратную коммуникацию то есть на сообщение на патреоне я всегда отвечаю на вопросы также отвечаю и определенные темы которые вы считаете важными я могу взять в работу как подписаться на патреон но первый наиболее простой способ это от любым видео которые вы смотрите вот например последние нажимаете соответственно на нужную ссылочку второе если вы зашли через главную страничку моего канала тут есть кстати ссылка на телеграм на фейсбук и вот ссылочка на патреон то же самое нажимаете выбираете к вариант который поддержки который вам подходит подписывайтесь в конце месяца вам приходит запрос на оплату и вы смотрите если вы считаете что в этом месяце я поработал с вашей точки зрения нормально вы подтверждаете подписку говорится и поддержку оплаты если считаете что нет решили что этого делать не стоит спасибо подписывайтесь поддерживайтесь поддерживайте буду благодарен носим все радости счастья удачи мирного неба над головой и ясно сегодня по крайне мере тут под киевом солнце и без солнца всего наилучшего